Всем привет друзья, с вами Фил и это новостной ролик по пабгу, к счастью сегодня мне наконец то есть что вам рассказать. Но в целом к сожалению годных новостей с каждым днем появляется все меньше и меньше, поэтому канал будет развиваться более разносторонне, в принципе вы уже могли это заметить по выходу первого выпуска шоу про паб. Кто не видел обязательно посмотрите, там вас ждет не только очень полезная информация, но и приятный розыгрыш. Информация о которой я хочу с вами сегодня поделиться касается наших любимых разработчиков. Буквально на днях на форуме reddit один из известных пользователей высказал очень интересную мысль касательно того что режимы от третьего и первого лица это по сути две разные игры, и следовательно их балансировка должна осуществляться независимо друг от друга. Конкретно он обратил внимание на таблицу лута и настройки синий и красный зон. По мнению пользователя в силу очевидных различий между ТПП и ФПП баланс в играх должен серьезно отличаться. По логике если подумать, то так оно и есть, и в принципе как по мне предложение действительно разумное. Если для кого-то это не очевидно, чуть позже я объясню почему. Самое главное, что предложение заметил комьюнити менеджер Паб Корп и публично пообещал донести эту идею до своих коллег на ближайшем совещании. По его словам режимы от первого и третьего лица действительно разные, причем в корне и их отличия гораздо сильнее, чем просто визуальное предпочтение. В зависимости от режима люди по разному ведут себя в игре. Исходя из наблюдений можно сказать, что большинство игроков предпочитающих режим от третьего лица иначе относятся к регулярным перестрелкам, чем игроки от первого лица. Конечно фраги важны в любой игре, но тем кто играет гораздо важнее тактические перемещения и максимально долгое выживание, а из-за этого к перестрелкам они подходят более обдуманно. В режиме же от первого лица люди наоборот больше стремятся к перестрелкам, для них убийства являются основной задачей игры, да и собственно сам процесс сражения в этих режимах тоже сильно отличается друг от друга. Так же сам комьюнити менеджер написал несколько предложений, которые планируют донести до коллег касательно этого вопроса. Во первых для режима от третьего лица, там можно оставить тот же лут что есть сейчас, те же настройки зон и вернуть шлем третьего уровня в спаун на всех картах. В режиме же от первого лица он предлагает увеличить количество лута и сделать его ближе к тому что есть на киберспортивных турнирах. Красную зону на всех картах следует сделать по принципу викинди, то есть по краю круга чтобы она наказывала только тех игроков кто не успевает в зону. Синий же круг стоит перестроить таким образом чтобы при сужении большую часть перемещений можно было бы выполнить пешком. Количество игроков он хотел бы уменьшить до 80 и конечно же убрать спаун третьего шлема и оставить его только в аирдропе. Еще как дополнительный вариант комьюнити менеджер предложил ввести новую вариацию поиска PUBG Esports 2019, где всего 64 человека, повышенный лут, отключены красные зоны и все в таком киберспортивном духе. Как по мне все эти мысли довольно интересны и возможно в действительности помогли бы сделать PUBG более стабильным и интересным. Ну кроме 80 человек, я честно не вижу разницы так как это 20, а то и больше все равно умирает в начале, к тому же это чьи то фраги, возможно даже ваши. Пишите что думаете о разделении баланса режима в комментариях, а у меня для вас есть еще одна забавная новость. Доктор Дизреспект показательно удалил PUBG на одном из своих последних стримов и сказал что это скучная, жалкая и самая не отзывчивая игра в которую он когда либо играл. Он не намерен возвращаться после фортнайта в PUBG и уверен что уже никогда его не установят. Я конечно не особо верю всем этим показательным выходкам, но хочется верить что данный поступок как то отразится на разработчиках и заставит их задуматься над будущим развитием игры. На этом у меня все, всем спасибо что смотрели, не забывайте про розыгрыш в моей группе вконтакте, там простейшие условия и халявные 600 рублей на стим. Ставьте под видео лайки, смотрите предыдущий ролик, набирайтесь скилла, удачи вам и пока пока.